Добрый день, уважаемые зрители канала Катранган. Данный видеообзор посвящен вот такому вот чехлу, который предназначен для фототехники. В данном случае, учитывая наличие у него вот такого вот тубуса, он предназначен для фотоаппаратов с выдвижным объективом. Передняя стенка тубуса выполнена из сверхпрозрачного акрила, что никак не искажает, скажем так, сделанные вами кадры. Как мы видим, класс защиты данного чехла достаточно высокий, IPX8, как я и говорил, до 10 метров и 30 минут. Возможность пребывания под водой. Герметизируется и разгерметизируется очень просто. Откидываются два вот таких вот ключа и открывается горловина. Вставляете сюда ваш аппарат и опять же закрываете, защёлкиваете. Готово. Данный чехол хорошо загерметизирует ваш фотоаппарат и не даст ему возможность утонуть. В данном чехле он вполне будет плавать. Как мы видим, в комплекте предоставляется такой вот яркий шнурочек с регулировочкой, который крепится вот за вот это вот ушко пластиковое, и фотоаппарат висит у вас на шее, скажем так, не теряется. Ну а если он вдруг где-нибудь выпал, там в воду или ещё где-нибудь по сигнальному яркому шнурочке, его легко будет найти. Тут же мы видим в комплекте идут, скажем так, пакетики с силикогелем. Вещь крайне полезная, поскольку чехол объёмный, во избежание образования конденсата, во время перепада температуры, ну скажем между тёплым воздухом и прохладной водой, может организоваться конденсат. И данный силикогель, осушитель, его вполне впитает. Впрочем, в любых чехлах герметичных для какой-либо электронной техники следует применять силикогель. Обратная прозрачная панель, которая позволит вам работать с тачскрином беспрепятственно. Единственное, что, конечно, под водой тачскрин не работает. Нужно пользоваться обычной кнопкой спуска. Вот такой вот замечательный чехол. Всегда можно сделать пару приятных снимков при отдыхе на воде. Под водных снимков, в том числе, на, скажем так, любой вкус. Продается в нашем магазине. Обращайтесь, звоните. Подписывайтесь на наш канал. Всегда свежие, интересные обзоры. До встречи, уважаемые телезрители. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok